Привет, ребята, это Настя, это моя серия коротких мини-видео, записанных заранее, пока я сама наслаждаюсь греческой кухней, моей самой любимой кухней на островах Греции. Знаете ли вы, как на нас влияет неубранный стол на работе, месси, захламлённая квартира или кухня? А эти вещи заставляют нас переедать. Учёные делали эксперимент, где они организовали две кухни, одна из которых была идеально чистая, а вторая была такая, что на ней всё было разбросано, газеты, почта, какие-то немытые тарелки, и на обеих кухнях были поставлены снеки, это были морковки, печеньки и конфеты. И в эксперименте участвовало 100 женщин. Женщин разделили на две группы, одна группа пошла на чистую кухню, другая группа пошла на грязную кухню, и также эти две группы в каждой кухне разделили ещё раз пополам. Одна часть женщин должна была писать про эссе на этой кухне, про ситуацию в своей жизни, когда они находились в сильной позиции. Другая часть женщин на каждой из этих кухонь должна была писать эссе на тему, когда они чувствовали себя слабой и бессильной в какой-то ситуации, в их жизненной ситуации. Так вот, те женщины, которые были в таком слабом майнсете, в слабом менталитете, который был вызван, естественно, вот этой фокусировкой этим эссе на ситуации в жизни, где они были бессильны, эти женщины в грязной кухне съели, употребили в два раза больше калорий. То есть результат этого эксперимента был таков, что при определённом майнсете, при таком слабом настрое, environment, наше окружение, которое захламлённое, оно толкает нас к тому, что мы теряем самоконтроль. Результат конкретно этого эксперимента было переедание, например. Подобный эксперимент был сделан ранее, но он проходил не на кухне, а в офисе. И там речь шла о том, что выберет человек, работая в чистой атмосфере и работая в захламлённой атмосфере, яблоко и шли-шоколад. И, соответственно, там были такие же результаты, что захламлённая атмосфера толкала человека выбирать, ну, как бы терять самоконтроль, и они выбирали менее здоровые варианты питания. Кстати, обратите внимание, как выглядит фотография грязного рабочего стола из этого эксперимента. Я должна сказать, что если бы у большинства моих коллег в своё время так, как выглядел грязный стол, то я была бы очень рада, потому что мне кажется, что большинство офисов этот грязный стол вполне себе чистый стол. Правда, мой стол, на котором я практикую clean desk в полисе и убираю каждый день, он выглядит, как тот стол слева. Так что, если хотите питаться лучше дома и на работе, то следите за порядком. И если у вас есть коллеги, которых, ну ничего, никакие уговоры не берут, просьбы убраться, то расскажите им об этом эксперименте. Может быть, это будет достаточным аргументом для них, и это убедит их всё-таки навести порядок на их столе. Правда, должна признаться, что аргументы моих коллег насчёт креативного беспорядка также оказались небеспочвенными, потому что именно в том аргументе про яблоко и шоколад за рабочим столом там также было доказано, что, оказывается, всё-таки есть такая вещь, как беспорядок, креативный беспорядок, и что у людей, которые работали в таком более мессив, более захламлённом рабочем столом, их уровень креативности был выше. Ссылки на исследования из этого видео, как обычно, будут внизу, а если вы хотите посмотреть, что я сейчас съем в Греции, то приходите на Инстаграм. В любом случае, увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok